Плести маскировочные сети, уверяют волонтёры, не сложнее, чем завязывать шнурки. Но именно эта часть снаряжения сегодня в буквальном смысле может спасти солдату жизнь. Обеспечить бойцов СВО необходимым инвентарём решили в Лунёво. Группа добровольцев освоила навык плетения, а затем стала привлекать к доброму делу тех, кому не всё равно. «Занимаемся мы этим с декабря 2022 года, уже больше года. Начинали сначала с одной рамки, которая стояла только в одном месте. Потом мы разрослись, поставили рамки в ДК, в храме в Мышицком. Также у нас очень много девушек, которые плетут на дому сети». Маскировочные сети плетут из полимерных лент или ткани со специальной пропиткой. В основе приспособления – прочный капроновый шнур с ячейками. Впрочем, камуфляжные сетки часто плетут и без каркаса. Принципиальной разницы в них нет. На вопрос, сколько сетей волонтёры изготовили за год, отвечают, что давно сбились со счёта. «Сначала мы не вели учёт, но более тысячи сетей мы сплели». Спрос на маскировочные сети высокий. Несмотря на прочность, инвентарь быстро приходит в негодность. А значит, его постоянно нужно обновлять. Впрочем, женщины городского округа с радостью берут на себя эту ответственность. «Ребятам нужны сети. Независимо от того, какое подразделение. Сети бывают нужны 2 на 3 метра, бывают нужны сети 6 на 12. То есть в зависимости от спроса, от запросов, мы плетём размеры те, которые нужны». Кроме сетей, волонтёры плетут и так называемые костюмы лешие. Экипировка позволяет солдату оставаться незамеченным в лесной и болотистой местности. Также из Лунёва на фронт регулярно передают окопные свечи, сухой душ и прочую гуманитарную помощь. За время СВО жители округа ни словом, а делом доказали – мы вместе.